В современном мире детям и подросткам все чаще приходится иметь дело с финансами. Они используют их в школьной столовой, берут с собой в путешествия или совершают покупки в интернете. Наша программа под названием Teens MBA поможет разобраться в мире персональных финансов и научиться грамотно распоряжаться своими деньгами. Лучшие отечественные профессионалы и эксперты в области экономики и бизнеса и управления финансами расскажут нам с вами о мире денег, объясняют, как они работают и научат применять эти знания в реальной жизни. Сегодня в программе мы подробнее разберемся в понятии финансовая грамотность, почему она так важна в нашей повседневной жизни, какие ошибки мы совершаем неосознанно и каких обязательных принципов стоит придерживаться. Об этом и многом другом сегодня в выпуске. Давайте разбираться вместе. Арман, добрый день, спасибо, что пришли. И начнем с понятия финансовой грамотности, что она означает и насколько финансовая грамотность, ее уровень сейчас развиты в Казахстане. Здравствуйте, спасибо, что вы пригласили. Финансовая грамотность – это навыки и знания по управлению личными финансами. То есть уметь бюджетировать и копить, сберегать, инвестировать. Вообще самым базовым инструментом, которым должен владеть человек, это деньги, деньги, потому что это основной инструмент экономики. Не чувствуя их, не зная им цену, обеспечить себя, заботиться о своих финансах, о своих близких очень тяжело. Вообще финансовая грамотность – это объем знаний в сфере финансов, который позволяет нам принимать здравые решения в этом вопросе. Финансовая грамотность включает в себя понимание основных экономических терминов, что они обозначают и как их правильно применять на практике. Какой сейчас уровень финансовой грамотности в Казахстане? Последние 5-6 лет Национальный банк проводит опросы, у кого есть сбережения. И у 80% нет сбережений вообще. То есть они живут от зарплаты до зарплаты. Когда пришла пандемия, какие-то незапланированные ситуации, так скажем, то у людей возникли большие проблемы, а у людей не было никакой финансовой подушки. Это говорит о чем? Также мы видим, что очень большая закредитованность в Казахстане, не только в Казахстане, но и в постсоветских многих странах. Но если говорить про Казахстан, то на каждого человека в среднем приходится по миллиону тенге. Это говорит о том, что низкая финансовая грамотность. Но это не странно. Почему? Потому что мы... Этому нас не учат дома. Потому что наши родители не знали этих вещей. Этому не учат в школе. Этому не учат в университете. Нет таких предметов. Что включает в себя финансовая грамотность? Вообще в целом воспитание финансовой грамотности позволяет осознать, что деньги зарабатываются трудом и должны зарабатываться законными способами. Также финансовая грамотность в целом учит человека, к чему приводит неправильное использование финансов. То есть это приводит к бедности. Также в целом грамотно управлять деньгами, как их копить. И, конечно же, одно из основных, наверное, наиболее актуальных для нашей страны – это финансовая грамотность помогает избегать небезопасных схем кредитов, микрозаймов, зарплат в конверте, участия в различных финансовых пирамидах. Вот это все и включает в себя финансовая грамотность. Какие основные советы вы могли бы дать тем, кто хочет повысить уровень своей финансовой грамотности? Вопреки расхожим мнению, это не то, чем учатся во взрослой жизни или когда у вас появится много-много денег, как многие люди думают. Когда появятся деньги, тогда я буду учиться ими управлять. Здесь как раз-таки наоборот. Научитесь управлять финансами, они у вас появятся. Не научитесь, вы так и будете жить, зарплаты к зарплате. Ну и понятно, что уже надо этому учиться со школьной скамьи. Теперь, если к статистике обратиться, все люди наверняка уже в разных социальных сетях читали такие вещи, как 93% богатства принадлежат 7% людей. Также я знаю, что люди любят ссылаться на каких-то миллиардеров, которые бросили школы и так далее. Но в целом про статистику правильно, то есть большинство богатств принадлежит малому числу людей. И эти люди, которые достигли успеха, они чаще советуют начинать сберегать и инвестировать как можно раньше. То есть вот уже сейчас у всех людей у нас есть какие-то карманы расхода, какой-то небольшой доход. Уже можно даже с них начать сберегать, откладывать. Потому что чем раньше люди станут на этот путь, тем быстрее они дойдут до того уровня жизни, который им хочется. Потому что инвестиции – это про то, что вы вкладываете деньги, получаете процент, и этот процент вы вкладываете туда, куда вам нужно. Если у вас этого процента нет, этого дохода, то вы из своего кармана берете и покупаете то, что вам нужно. Надо понимать, что время – самый ценный актив, и начинать уже надо сейчас, с сегодняшнего дня. У вас никогда не будет идеального времени для того, чтобы начать там откладывать, финансировать, инвестировать и так далее. И для достижения состоятельности особых сверхусилий, сверхзнаний не нужно. Оно все уже есть, оно очень простое. Самое главное – это иметь желание и цель. Чтобы у наших зрителей был стимул к повышению своего уровня финансовой грамотности, важно понять, что дадут в конечном итоге полученные знания. Итак, финансовая грамотность имеет следующие значения в жизни людей. Помогает в поисках источников дохода, отличающихся от работы по найму. Конечно, наличие финансовой грамотности не гарантирует получение большого дохода, Однако благодаря этим знаниям появляется понимание того, как зарабатывать деньги и какие варианты заработка являются наиболее перспективными. При условии высокого уровня финансовой грамотности, помимо работы по найму, открывается огромное количество способов получения дохода. У человека появляются не только знания и умения, но и психологическая устойчивость. Финансово грамотные люди уверены в собственных силах, так как обладают знаниями и формируют мышление, которое способствует достижению успеха. Финансовая грамотность обеспечивает определенный уровень престижа. Человек производит впечатление уверенного в себе гражданина, который знает, как управлять капиталом. Наличие финансовой грамотности в большинстве случаев сопровождается стремлением к знаниям и в других областях. Такие люди все время мотивированы узнать что-то новое и способны анализировать ситуацию на рынке. Выходит, что финансовая грамотность престижна и полезна. Если человек научится применять в жизни ее основные правила, то он будет стремиться к успеху и будет мотивирован на дальнейшую работу над собой. Что же такое финансовая грамотность? Это объем знаний в сфере финансов, необходимый для принятия разумных и правильных финансовых решений. Во второй части нашей программы мы узнаем, как работает инвестирование, от чего зависит доход и как понимать потенциальную доходность, как копить деньги и сформировать свой первый капитал. Теперь перейдем немножко к понятию финансовых целей. Что они из себя представляют и как правильно их ставить? Самая общераспространенная первая цель – это, конечно, накопить на свою безбедную старость, на пенсию. То есть это общераспространенная цель. Соответственно, человек должен понимать, сколько ему нужно ежемесячно расходов на пенсии. Соответственно, накопить какой-то капитал, который будет давать эту ренту. Следующая распространенная цель – это купить квартиру через сколько-то лет, обучить детей. Здесь очень важно, чтобы вы четко ставили временной горизонт. То есть когда вы хотите достичь этих целей. Иначе это просто мечты. То есть вы можете их откладывать, откладывать. А когда вы четко ставите, вот, я должен, например, у меня ребенку сейчас 8, через 10 лет он поедет обучаться в Европу, ему нужно для этого 30-40 тысяч долларов, и я должен ежемесячно по 100 долларов откладывать на именно образовательных депозитах, на его инвестиционных счетах, чтобы накопить. Не надо там ставить цель просто там домик на Гавайях, на Багамах, на берегу моря. Нет, он должен быть для тебя очень актуален. То, для чего ты будешь себя ограничивать сейчас, и выделять из своего бюджета 10-20% для накоплений. Почему для каждого государства важны финансово грамотные граждане? Эксперты в целом сходятся во мнении, что высокий уровень грамотности населения, именно финансово грамотное население, это один из показателей экономического процветания государства. Потому что чем больше людей владеют основами финансовых инструментов, тем меньше они идут на какие-то риски, и, соответственно, получается, тем более благосостоятельны они становятся по жизни. А благосостояние каждого члена нашего общества – это благосостояние всего общества в целом. Именно поэтому большое количество граждан, которые не разбираются в финансах, это, как правило, ведут государство в целом к упадку. То есть и рост финансово грамотности населения, оно имеет положительное влияние на такие вещи, как снижение преступности, в том числе в основном снижение за счет мошенничества и так далее. Теперь перейдем к понятию финансовой дисциплины, что она означает и почему она так важна. Я бы отметил, что финансовая дисциплина, как и дисциплина во всем другом, в питании, в спорте, в учебе и так далее, дисциплина играет основную роль именно в обретении финансовой независимости, те привычки, которые эксперты оценивают как наиболее важные для достижения финансовой грамотности, финансовой независимости, а нужно стремиться их обрести. Здесь, наверное, сложность заключается в том, что, несмотря на то, что эти привычки есть, они описаны, все равно требуется продолжительное время, чтобы они стали частью вас. Вам нужно регулярно отказывать себе в чем-то, уходить от соблазнов, купить что-то, то ли на поступившую зарплату, или стипендию, или на карманные деньги. Вам нужно учиться систематически, методично откладывать, копить, вкладывать, ждать, и в целом нужно иметь дисциплину и силу воли, ну и уметь ждать. Поэтому дисциплина – это основа. В основе финансовой грамотности лежит несколько принципов, без которых невозможно обойтись. Рассмотрим пять главных навыков финансово-грамотных людей. Навык один. Планирование и учет финансовых потоков. Сегодня грамотное планирование доходов и расходов существенно упростилось благодаря множеству приложений, как для компьютера, так и для смартфона. Также важно создавать фонд сбережений для инвестирования. Это полезно на случай форс-мажорных ситуаций. Размера накоплений должно хватать минимум на полгода поддержания привычного уровня жизни. Навык два. Использование дополнительных источников дохода. Большинство видят в качестве единственного источника дохода традиционную работу по найму. Важно усвоить, что помимо активного дохода можно использовать и пассивный доход. Кроме того, специалисты рекомендуют направлять часть дохода на саморазвитие и повышение квалификации. Такие вложения обязательно принесут результаты в будущем. Навык три. Правильное отношение к финансам. Необходимо изменить подход к финансам с потребительского на управленческий. Это означает, что нужно отказаться от принципа, что заработал, то и потратил. Понятие «личные деньги» лучше заменить на личные финансы. Навык четыре. Взаимодействие с финансовыми организациями. Чтобы добиться успеха и богатства, придется освоить использование всех возможностей, которые предоставляют финансовые организации. При этом следует помнить, займы чаще всего до добра не доводят. При этом депозиты являются отличным инструментом, который помогает сохранить накопление. Навык пять. Грамотное инвестирование капитала. Любой человек, вне зависимости от рода деятельности, должен понимать, деньги можно не только тратить, но и заставить работать на вас. Они могут приносить неплохой пассивный доход. И помните, что отсутствие финансовой грамотности может привести к принятию неразумных финансовых решений, которые могут оказать неблагоприятное воздействие на финансовое состояние человека. Можно с уверенностью утверждать, что знание основ финансовой грамотности способствует повышению качества жизни и положительно влияет на благополучие. С вами была программа Teens MBA, призванная помочь разобраться в мире финансов, бизнеса и научиться грамотно распоряжаться своими деньгами. С вами был Бекбулат Валиев. Увидимся на следующей неделе. Подписывайтесь на официальный YouTube-канал ЕЛЕРНА, чтобы не пропустить наши новые выпуски в формате онлайн. Субтитры подогнал «Симон»!